Бог благо. Бог будет совершать чудеса. Он будет высвобождать свое царство на этом месте. Аминь. Аллилуйя. Пока вы садитесь, те из вас, может, кто еще пока не знает, меня зовут Миранда Нельсон. Я с мужем Джереми. Живем в Сан-Диего, Калифорния. И мы переехали туда только в этом году, в январе. Мы там были когда-то три года назад. А потом переехали в Лос-Анджелес. И потом переехали в Сан-Диего. Когда пробуждение началось там. Так что с января мы там находимся в этом пробуждении. В Сан-Диего, Калифорния. Аминь. Мы в 154 ночи, я думаю. 153, 154. И нету завершения этому. Бог совершает чудеса там. Лим's disease healed. Исцеление происходит. Люди встают, неизлечимые болезни исцеляются. Cancer healed. И разные-разные чудеса происходят. Спасение людей. Семьи восстанавливаются. Воссоединяются. Люди примиряются с Богом. Сigns and wonders manifesting. Чудеса и знамения проявляются. Gold and silver and oil coming on people. Серебро и золото, золотая пыль появляются на людях. As a sign of God's tangible glory. Как признак проявленной славы Божьей. Потому что Бог сказал в слове золото и серебро мое. Поэтому как знамение он и высвобождает золото и серебро. Он высвобождает также елей. Как символ помазания Божьего. Псалом 92.10 Библия говорит Он изливает на нас елей. Это помазание Божье. Он действительно в буквальном смысле высвобождает помазание. И я не удивляюсь, что у многих из вас елей на руках. Или золотая пыль или серебро. Потому что золото это слабо. Серебро это символ искупления и спасения. А также это признак помазания евангелизма. И я думаю многие из вас сегодня это увидят на своих руках. Аминь. Спасибо, Jesus. И так что мы там двигаемся в Святом Духе, в Калифорнии. И люди приезжают со всего мира туда. Из 46 наций. Из 40 штатов. Приезжают к нам. Каждый вечер. И я здесь, чтобы тоже огонь принести Божье. Чтобы принести помазание. Джереми передает вам тоже свое благословение. Мы попытаемся снова с ним связаться по скайпу. Чтобы он смог через скайп. Высвободить помазание. Мы did that in Lithuania earlier this year. Ранее в Литве мы это делали уже. И было мощно тогда. Так что мы снова это сделаем. Но сегодня вечером. Сегодня вечером Бог будет высвобождать силу в твоей руке. Кто из вас знает, что сейчас идет гроза. В книге Абакума 3. Четвертый стих сказано, что от рук его лучи. Это сверкание молнии. А руки говорят о силе Божьей. Бог желает помазать тебя. Силой Божьей. Силой Божьей. Силой Божьей. Силой Божьей. Силой Божьей. Силой Духа Святого. Чтобы у вас было проявлено Царство Божье. Везде, куда бы вы ни шли. Но оно у вас в руках. Запомните. Оно у вас доступно вам. И для этого потребуется. Вам нужна просто будет рука. Сила. Кингдом. Царство. Ву! Да. Дух Святой. Царство Божье. Оно приблизилось. Но сегодня я хотел бы поговорить. О том, что в твоей руке. И что находится в твоей руке. О Писании нам обещано. Всегда говорится о руках. И что в твоей руке. И в книге Иисуса Навина. Когда они только собирались завоевать Ерихон. Знаете, когда я летел сюда, Бог проговорил ко мне в самолете. Я услышал, действительно, голос Иисус. И сразу я знал. Что Бог будет говорить о завоевании земли. Он будет говорить о овладевании обетованной земли. Какие знаете, что земля-то принадлежит детям Божьим? Ведь сказано, что земля под ножьи ног его. А вы наследники Божьи. И Бог хочет сделать вас способными обретать или завоевать свои обетования. Некоторые из вас были обескуражены. Потому что вы еще до сих пор не видели проявления силы и славы Божьей. Или вы, может быть, имеете обетование от Господа. Но еще не видели, чтобы они исполнились. Вы не видите, чтобы те пророчества исполнились. Но в 26-м псалме сказано, В 13-м стихе Сказано, что Я веру, что увижу благость Господа. В 13-м стихе Благость Господа на земле живых. Сказано в 14-м стихе Надейся на Господа. Благость и да укрепляется сердце твое. Да, ожидая от Господа. Некоторые из вас были разочарованы. Потому что мы не видели славу Божью. Но Бог желает тебя вдохновить, чтобы ты увидел благость Его. И в Иисусе Навине В 5-й главе Иисус Навин с народом Божьим Ожидают Они ожидают в Галгале Ожидают от Господа И внезапно Ангел проявился Прямо перед Иисусом Навином И Иисус Навин немножко испугался даже Он видит это медное существо Бронзовый коже, этот мощный воин И он говорит Ты за нас или против нас? И ангел говорит ему Ни то ни другое Но я пришел Чтобы дать тебе ключи от Ерихона И вот у него было такое ангельское посещение У него послание от Господа Знаете, когда у вас есть пророческое слово Когда посланник приходит Когда слово Господа приходит вам Вы знаете, что там есть обетованная земля Вы знаете, что есть наследие для вас И проявление вот этого слова Оно прямо за углом находится И иногда Мы не увидим сразу это проявление Но нам надо жить так, как будто оно уже здесь Нам надо жить в прорыве в этом Вот мою послание сегодня Но давайте мы все-таки пройдемся по тексту В 6 главе Иисуса Навина 2 стих Кстати, в первом стихе Сказано, что стены Ерихона были очень сильные И никто не мог входить Потому что они настолько были сильно закрыты Но далее Скорее всего в первом стихе у нас Господь сказал Иисусу Я предаю руки твои Ерихон И царя его И людей сильных Я предаю их в руки твои Что в твоей руке? Обетование Обетование Слово Господа Царство Небесное Оно уже в твоих руках Нам нужно схватить это И привлечь его сюда Аминь? Которую вы представляете Запомните, что он хочет, чтобы слава была проявлена везде Поэтому приобретайте это наследие Мы слышали это свидетельство, которые происходили в Литве С того дня, когда Бог открылся Это сейчас время Приносить плоды Это время жатвы Это время, когда люди будут ходить в царстве Желая Бога Голодный по Богу И время сейчас такое Время сейчас для России Но вам нужно знать, что это в ваших руках Обетование у вас в руках Ваше наследие в ваших руках И тебе сейчас не время застрять Или отойти назад и просто смотреть Твое дело сейчас взять свое наследие Этой земли Взять в наследие Своё наследие Аминь? Кто-то здесь прямо сейчас Вы знаете, что вы уже в сфере политики Или вы знаете, что вы уже в сфере политики Или, возможно, вы чувствуете свой призыв Бог сейчас проговорил ко мне Кто это такой человек здесь? Человек у которого призвание На правительственном уровне Вы уже находитесь в этом призвании? Вы уже находитесь в этом призвании? Я не буду сейчас молиться на эти... Я не буду сейчас молиться о людях, но Господь просто сказал мне передать слово Знаете, это не то, что вам что-то нравится делать Это, может быть, вы находитесь уже в какой-то... Или вы в какой-то ситуации где-то в политической сфере Или, ну, вы идёте в этом направлении Хорошо, давайте помолимся о них Спасибо тебе, Дух Святой Спасибо тебе, Дух Святой Может быть, имя связанное с Петром У которого есть какие-то направления в сторону политики Окей, я подумала, что Господь говорит мне что-то об этом Хорошо Дух Святой Я благодарю тебя За людей на этом месте Вот-вот здесь, здесь правительственные люди стоят Чтобы влиять на правительство Влиять на политиков Господь, ты высвободи Стратегии с неба Высвободи помазание Чтобы влиять на политическую сферу Чтобы влиять На политиков На законы этой земли Господь, высвободи ключи Тем людям, которые на этом месте Те, которые смотрят И имеют это призвание В политической сфере Господи, высвободи Релиз strategic keys И dreams Господи, высвободи Свои сны И видения Как ты это сделал для Даниила Для Иисуса Для Иосифа Господи, высвободи Стратегические ключи Которые откроют двери Влияние И я молюсь также за Дмитрия Ты дай ему благоволение Благоволение на этой земле Чтобы его голос был услышан По всей земле Ты дал ему благоволение И влияние лидерства На политических лидеров Дай ему благоволение Чтобы больше влиять И влиять на людей На их сердца Видеть перемены В этой стране В славе Божьей И мы благословляем его сейчас По имя Иисуса Благодарим Тебя, Господь По имя Иисуса И хочу за Тебя тоже помолиться Можно мы узнать, что происходит Что происходит Я хочу прощаться Что он делает Я хочу прощаться Я хочу прощаться Я увидел помазание на Тебе И хочу помолиться Я не буду больше молиться Сейчас о людях Я сейчас проповедую Но чувствую побуждение Духа Что нужно помолиться О людях в политической сфере Я благодарю тебя за брата Господи Благодарю тебя, Господи Что ты можешь открыть двери Которые никто из людей не закроет И ты закрываешь двери Которые никто потом не откроет Благодарю тебя, Господи За благоволение и сезон Чтобы ты закрыл бы, Господи Двери дьявола И открыл бы двери славы В свете финансов и где бы это ни было Мы разрушаем работу дьявола во имя Иисуса И мы провозглашаем открытие Проведение Божьего Для того, чтобы совершать призвание Божье И то, что ты вложил в него В его сердце Желание влиять Может быть, он будет влиять на людей Которых в политике работают И ты пошлешь на встречу ему людей для этого Божественные встречи Господь, ты дашь ему слово сказать Вновь в правильное время И ты будешь использовать его для своей славы Во имя Иисуса Спасибо, Господь Спасибо, Иисус И Бог желает поднять верующих там В политике, да? Аминь Слава Иисусу Господь, мы также благодарим Тебя за тех, кто смотрит нас В облане И тот Петр, который там находится В облане У которого есть призвание в политике Влиять на политическую ситуацию в стране И то, что относится к политике Чтобы быть голосом там Благодарю Тебя, Господь Чтобы ты высыпаешь свое помазание На него прямо сейчас По имени Иисуса Дашь ему стратегические ключи И откроешь двери Невидимые двери Откроешь широко Чтобы он влиял бы В политической сфере Поднимешь Господь его Чтобы он был бы голосом Там И мы высвобождаем Божье помазание на него Во имя Иисуса Спасибо, Господь Видите, мы говорим о том, что в твоей руке И то, что в твоей руке Для того, чтобы приобрести свое влияние Это, конечно же, осознание своего призвания Проходить в правильные двери И использовать каждую возможность Чтобы быть сосудом Божьим Чтобы высвобождать славу Божью Я видел это постоянно в своей жизни И я видел это в жизни других людей Есть один человек в Индонезии Наш друг Он пастор, бизнесмен И Бог начал использовать его в политической сфере Прямо там, на уровне правительства В мусульманской стране Бог поднял этого верующего Исполненного Святого Духа Чтобы быть голосом там Среди политиков Мусульманская страна Нам нужно понимать, что этот человек Молился и молился И говорил Говорил, когда Господь давал ему возможность Говорил политикам Вплоть до того, что Он увидел то, что еще никогда не было Благодаря тому, что он сказал Благодаря тем ключам, которые Бог дал ему Он стал свидетельствовать Людям, которые должны были ехать в Израиль Он молился о мире в Израиле И представляете, это происходило в мусульманской стране Если мы благословенны Если мы благословенны То нам нужно молиться об Израиле Нам нужно быть партнером с Израилем Нам нужно быть партнером с Израилем Это чудо Бог желает так же и вас использовать Вам нужно знать, что в вашей руке И конечно же, это слово находится в исходе 4 главе В исходе 4 главе У Моисея встреча с Богом Он там стоит у горящего куста Созерцает славу, святость Божью Реальность Божью И Бог призывает его Призывает его повлиять на всю страну На все население С целью С целью, чтобы из Египта Вести их в обитованную землю Он призывает Моисея быть освободителем А Моисея Немножко боялся И у него были пару вопросов к Богу А Бог ему отвечает Потому что Моисея сказал ему Боже, а если я пойду к фараону Что я ему скажу? А если Господь не являлся мне Скажут Знаете, люди же говорят Да, Бог нереален Но когда ты знаешь силу в его руках А в Акума 3-4 Молнии в руках его И в этом проявляется его сила Когда у тебя есть проявленная сила Божья То те люди, которые будут говорить тебе Ну, не являлся тебе Богом Они не смогут отвергнуть силу Божью Которая проявляется Поэтому 1 Коринфянам 2-4 говорит Я пришел к вам не человеческими словами Но в явлении духа и силы И Бог говорит Моисею Исход 4-2 И сказал ему Господь Что это в руке этого у тебя? Что у тебя в руке? Он отвечал Жезл И вот у него жезл И теперь Бог начинает открывать ему чудеса и знамения Везде в Библии Жезл Посох Представляет авторитет Авторитет правителя, царя В книге Исфири Именно скипетр был протянут Прежде чем Исфири смогла говорить Иначе бы ее убили бы Потому что она пошла к царю, не будучи приглашенной Но это не только спасло ее жизнь Это скипетр Пришло к спасению В результате всего царь сказал Что ты желаешь И когда она попросила Помним, что именно из-за скипетра Который был протянут в ее сторону То именно по слову ее Так все и было Потому что у царя последнее слово Итак, скипетр, жезл, посох Представляет авторитет и власть И вернемся в исход Итак, он отвечал Жезл у меня И Господь сказал Брось его на землю Он бросил его на землю И жезл превратился в змея И Моисей побежал от него Он вдруг осознал Что то, что было у него в руке Он побоялся Сверхъестественную силу Божью Дела Божьи Не дела дьявола Это были дела Божьи у него в руке Есть два рода сверхъестественного Есть, конечно же, Божье, божественное, сверхъестественное И есть фейк Есть дьявольское Подделка Ложная Сверхъестественная Например, как колдовство Это всего лишь подделка И пародия на то, что Бог совершает Вся сила Божья Вся слава Божья Все чудеса Они происходят сначала По инициативе Бога И нам нужно иметь распознавание Что от Бога А что от человека Что от дьявола И нам не нужно бояться дьявола Но нам нужно знать власть, которая у нас в руках И Моисей-то испугался той власти, которая была у него Итак, жезл превратился в змея И Господь сказал Моисею Простри руку твою И возьми его за хвост Он простер руку Взял его И он стал жезлом Вот здесь принцип Ключ Чудесам знамения У Моисея был жезл в руке Бог говорит, брось Стал змеем Взял за хвост И снова жезл Это признак той власти Божьей, которая у него была А власть над демоническим А власть увидит чудеса Авторитет и власть увидит, как люди освобождаются от бесов И Моисей убежал Потому что в то время были какие-то чудеса И тогда, конечно же, это были демонические чудеса Но он не знал, что это от Бога Но он не знал, что это от Бога И Бог говорит, нет, нет, берите вверх руки Я даю тебе власть Это я Он взял и змея снова стал жезлом Это знак того, что Бог дает тебе власть над дьяволом Мы не ищем дьявола Нам не нужно бояться ее Всегда просто смотри на Иисуса Тебе не нужно искать дьявола Не нужно всегда фокусироваться на что-то земное Если у тебя власть, тебе не нужно его искать Не надо такого рода власти И ты probablemente не проведешь Но если твои глаза на Иисуса обращены То когда бы одержимые не приходили бы Всегда Бог Будет высвобождать силу через тебя В Божьем присутствии Через Слово В поклонении Бесы будут убегать И так Бог дает тебе власть В твоей руке Потом Бог дает ему второе знамение Той силы, которая была у него в руках Исход 4.6 Господь сказал Положи руку твою к себе за пазуху Он кладет сюда свою руку Вынимает И она стала прокаженной Как снег Опять-таки В том контексте в Библии В те времена Люди убегали от проказа От прокаженных Это не что-то такое, чем хорошо было бы им и дело Этого нужно было бояться И убегать от этого Но Бог дал Моисею Сверхъестественный знак Той власти Что он может иметь власть над проказой Приносить людям исцеление Он снова вкладывает свою руку туда И когда вынимает Она была снова как все тело его Что в твоей руке Сила высвобождать исцеление Куда бы ты ни шел Сила подавлять стыд Куда бы ты ни шел Неважно, какой ужасной не была бы болезнь Какой бы ужасной она ни была Она не может коснуться тебя Но ты будешь ее касаться В том смысле, чтобы освобождать силу Которая у тебя в руке Аминь Следующее, три Что в твоей руке А если не поверят первому и второму знамению Тогда возьми немного воды Брось И вылей на землю И тогда вода, взятая из реки Нил Девятый стих Сделается кровью на суше Вы знаете, что у вас есть власть Исцелять землю Приносить исцеление земле Живой водой Святого Духа О котором мы говорили сегодня утром Бог дает тебе власть Приносить исцеление земле И все, что тебе нужно, это осознать Все, что Бог сказал Все, что Бог хочет, чтобы ты делал И начинать высвобождать живую воду Кровь Иисуса В эту сухую землю В эти мертвые места И Бог высвобождает тогда свою славу Восвобождать его любовь Провозглашать вещи в духе Бог желает помазать тебя Чтобы ты в точности знал Что в твоей руке Что в твоей руке Жезл власти Власть над демоническим Также власть исцелять больных И удалять стыд И власть И исцелять землю Кровью Иисуса Приносить тем спасением Которое у тебя есть В Боге Живой водой, которая приходит От Духа Святого Итак, Моисей предстает Перед Хараоном И демонстрирует всю эту власть Первым знамением Когда он приходит к Хараону Он бросает жезл И жезл стал змеем Как все и было Колдуны подошли Бросили свои палки Тоже все произошло то же самое Потому что есть подделка В Духовном мире Но у них был ограниченный уровень Их духовной власти Бог Божья власть Которая он тебя поддерживает Выше Поэтому Моисей Стоит там рядом с этими колдунами Со своим жезлом И вдруг его змея Поглощает Поглощает все эти змеи Их больше не стало У Бога последнее слово Что было в твоей руке Власть Бог дал тебе власть И Он хочет, чтобы ты сам ее использовал Для Божьей славы Куда бы ты ни шел И все, что бы ты ни делал На рабочем месте Или где-то еще Ты увидишь, как сила Божья Восвобождается Но тебе нужно взять И использовать это для Его славы У меня есть друг Брайан Хедвелш Известный музыкант Много лет Несколько лет назад Он обрел спасение Он играл в группе Корн И Бог коснулся его И побудил его вернуться в эту группу Чтобы быть светом Если вы что-то делаете Вы должны быть уверены Что-то от Господа Но мы же помним Что мы свет, это мы мир Поэтому он попросил у Господа Три знамения И Бог исполнил Каждое из этих знамений И это были нелегкие знамения Так что он точно знал Что нужно вернуться Поэтому он вернулся в эту свою группу Конечно они обрадовались ему И он отказался некоторые песни исполнять Но сейчас Он видит как люди получают спасение Даже среди его музыкантов На концертах люди получают спасение Он использует музыку Свои инструменты Чтобы высвобождать славу Божью Он использует то, что у него в руке Восвобождает Царство Божье И тысячи людей спасаются На его концертах Чудеса и знамения проявляются Он показал Джереми фотографии Когда он играл Божье присутствие пришло Чудеса и знамения Стали происходить Обычный вообще мирской концерт Но он использовал то, что у него в руке И как результат Бог проявился Его слава проявилась Так что чудеса стали происходить там Люди стали освобождаться Они получали спасение И освобождались Потому что один человек Взял то, что у него в руке И высвободил славу Божью Он взял власть в свои руки Он взял власть и влияние в свои руки Он взял то, что принадлежит ему И стал использовать каждую возможность Чтобы приобретать наследие Чтобы достигать обетования Спасение людей чудесами И проявлением славы Божьей Аминь Аминь Давид в Библии Видел подобное же Что было у него в руке Он был музыкантом Он играл на арке Он играл на музыкальном инструменте И высвобождал славу Божью У него были живые отношения с Богом И когда он играл перед царем То все эти демоны Которые мучили царя Просто уходили Они просто уходили, пока он играл Потому что у Давида было помазание И он использовал то, что у него в руке Чтобы видеть, как это помазание действует Может быть, ты Музыкант или художник Или актер Или бизнесмен Что ты делаешь? Что в твоей руке? Ты можешь это использовать Чтобы высвобождать славу Божью В той сфере влияния Я была призвана к служению еще с детства Но когда я стала подростком Бог called me to do other things as well Когда я подрослела Бог показал мне и другие вещи Чтобы быть светом этому миру И поэтому он призвал меня В модельный бизнес В журналах рекламировать одежду А он призвал меня в это служение Для того, чтобы быть там светом И прочь с ним голосом В этой сфере В этой сфере И я видела Уже на протяжении многих лет С того первого года Когда я только вошел в это Делала удивительные чудеса Знамения и силы Царство Божье проявлялось Люди спрашивали Как я узнал этого Иисуса Я повела их в молитве спасения Девушки просто плачут Потому что встречаются с реальностью Бога Потому что Я использую то призвание Которое у меня в руке Модельный бизнес Чтобы высвобождать Царство Божье И там люди у меня исцеляются От болезней почек Кто-то вообще не мог Из девушек ходить На подиум И получать исцеление С ужасной болью была девушка И она в буквальном смысле Эта модель была В агониях И я, слава Богу, стояла рядом Когда она как раз мучилась Поэтому я использовала то Что было у меня в руке Она стояла рядом со мной А у меня и у тебя Есть помазание Святого Духа 1 Иоанна 20 И я спросила Можно помолиться о тебе? Она говорит Да, конечно Помолилась Она моментально получила исцеление Вся боль исчезла Слава Божия коснулась ее И больше уже не было боли И она сказала Я хочу узнать этого Бога Я хочу быть ближе к Богу Другими словами Она говорит Как это? Покажи мне Что это я должна делать? Ее мама тоже там была И у нее была проблема тоже И когда она увидела чудо Своей дочери Она спросила А ты могла бы за меня тоже помолиться? И я говорю Да, давай я помолюсь о тебе Она схватила меня за руку Что в твоей руке? Сила Божья И я сказала Во имя Иисуса Я приглашаю людей Уйти из ее тела Во имя Иисуса И она была моментально исцелена А у нее была болезнь Которая полностью оставила ее У нее была еще болезнь Которая полностью исчезла В тот момент Вот так вот просто была Исцелена силой Божьей Поэтому откровение Что у тебя в руке? Некоторые люди боятся Моисей боялся тоже Проявлять инициативу Бог говорит Но Бог еще и подтверждает Знамениями И призывает тебя Быть сильным Оставить всякие страхи Бог хочет разобраться С твоими страхами Страх человека Страх того, что может произойти Страх сверхъестественного Он хочет разобраться С этими страхами Чтобы ты увидел бы Царство Божье в силе и славе Которая действует Через твою жизнь Аминь И теперь вот Я все еще модель Я хотя бы уже в дизайне работаю Бог открыл мне двери в дизайне Дрессы и гарминты Чтобы моделирую Чтобы дизайн одежды Открытые двери У меня большие открытые двери Но я все это использую Для Его славы Я не знаю, что я делаю Я не бежал к этому Но я просто вхожу в те двери Которые Бог открывает И вижу возможность Передо мною И начинаю свидетельствовать Там, где я нахожусь И кто-то из Лос-Анджелеса У меня был знаком High-profile Fashion people Say, I want to help you Get your line out there So I get a prophetic word Я дал ему пророческое слово And words of knowledge About this lady Read her mail Tell her all the situations About her business And she's stunned And she's stunned She can't believe it Because she says How do you know this? And she's in the middle Of being on a search To know God She's not there yet But this word of knowledge And prophetic word So hit her heart Because it was accurate When she realized That she realized I can't deny God I can't deny God Now her business partner Is a believer And I met her Just after When she heard that I prophesied this To this lady And she heard that That I'm a minister And she got so excited That she decided She wanted to do Everything she could To get my line out there And she's been giving me I've been getting Discounts on things Favor But it all came By using what's in my hand And releasing A prophetic word Words of knowledge Seizing the opportunity Я увидела возможность To be a witness For God Чтобы посвидетельствовать Для Бога And as a result Favor comes И как результат Пришло благоволение И так используй Всякую возможность Чтобы высвобождать Царство Божье Earlier this year Чуть немного ранее В этом году Когда я только собрала Свою первую коллекцию Одежды, дизайнов И хотела Свою Фэшн шоу Устроить Я сама все организовала Была директором Этого шоу Все за... Все эти женские штучки Трудно переводится И я использовал свою возможность Чтобы использовать то, что в моих руках Бог asked me to put this show on Потому что Бог Мне открыл двери В этот шоу Модельный Я сделал это все В послушании Ему И как следствие У меня власть Восвобождает Царство Божье Я начал это шоу Я начал проповедовать Евангелие Я стала говорить Что такое быть светом В темном месте И как следствие Никто мне не мог Рот закрыть Потому что я там директор И как следствие Столько людей Приняло спасение В тот день Эти женщины Модели Плакали Прямо там Размазанные там Потому что Дух Сто их коснулся Аминь Я использовал то орудие Которое у меня в руке Чтобы не по-мирски думать Но сделать Что-то лучшее В своей сфере Для Бога Использовать это С той целью Чтобы высвободить Царство Божье Нам нужно выйти Свои парадигмы И своей коробки О том Как этот мир думает И как религиозно думает И начать думать Параметрами Царства Царства Божьего Строители Царства Мы должны использовать То, что у нас в руках Что в твоей руке У тебя есть власть В той сфере влияния Неважно, что ты делаешь Даже если ты просто Пироги печешь дома И раздаешь их У тебя там есть Помазание Божье Прямо на этих пирогах Мы знаем людей Которые, знаете Пекут пироги Или там хлеб пекут И молятся И посылают людям В больницы И люди исцеляются Но все-таки Нужно использовать Но для Царства Божьего Они не думают Земными Габаритами Ой, мне нравится Просто буду печь И все Нет Они думают о Царстве Как они будут Восвобождать Царство Божье Как они будут Восвобождать власть Своими талантами Своими способностями Я буду молиться Буду освобождать Славу Божью Поэтому они это и делают И чудеса происходят Нет лимитов Для Бога Нет никаких границ Того, что ты можешь Сделать с Богом Ты можешь Все можешь Через Христа Который тебя укрепляет Но тебе нужно знать Что Бог дал тебе Власть, которая данная тебе Искусство Таланты Которые у тебя Нам не нужно думать Как этот мир думает О, на работу сегодня Пойду опять Когда же она закончится у меня Чтобы я вернулась домой И лежала бы на диване Это не Царство Нам нужно быть радостными О том, что у нас в руках Нам нужно быть радостными О том, где мы работаем Потому что ты Несешь Небеса В своих руках Есть сила и слава Там, куда ты идешь Когда ты идешь на работу Тебе нужно быть радостным О, что же, Господи, сегодня-то будет там О, Господь, что сегодня будет? Мы же с тобой партнеры, да? Мы должны быть каждую возможность Использую каждую возможность Что бы я ни делала в течение дня Я всегда думаю о Духе Святом Всегда, скажем В мыслях с Ним Знаете, о том, что Бог может сейчас сделать У меня столько было божественных встреч Что в результате Я начинаю понимать, что это может быть любой момент Когда Бог что-то придумает Я всегда хожу с этим осознанием Поэтому люди постоянно встречаются мне Как сегодня утром, например Я рассказала вам О том музыканте, с которым мы летели в самолете вместе Знаете, я не говорила Но перед этим, в аэропорту Прежде чем с самолетом Я стояла в очереди И вдруг перо появилось передо мной И Дух Святой здесь, значит Знаете, да? Что это может быть какое-то знамение Того, что Бог будет делать Что Бог Будет высвобождать Своё присутствие Свои божественные встречи И вот, когда я уже потом сидела в самолете Я была с этим легендарным музыкантом И Бог открыл мне двери пророчествовать Ему И он был настолько впечатлён Потому что, поскольку я рассказала об Иисусе Ему И он был настолько сильно впечатлён этим Что когда мы выходили из самолёта И он, знаете, скрывался там за всеми своими друзьями, музыкантами В этот раз он протянул свою руку, чтобы просто обнять меня Потому что Господь его коснулся Но я использовал то, что у меня в руках Бог хочет дать тебе Божественные встречи Каждый день Он хочет дать тебе возможности Каждый день Высвобождать Царство Божье Что в твоей руке Выходи из своих рамок Я была приглашена в одну закрытую нацию Она закрыта в Евангелие Туда так просто не попасть И я пригласил туда, чтобы я могла провести свой модельный бизнес-шоу И это был ключ, чтобы высвободиться Аж Тарство Божье Поэтому я разработал специальные одежды для вот этого шоу И мы приехали в их ревную страну Закрытую для Евангелия И высвободили помазание на эту одежду Чтобы было Божье помазание, Божье елее на них Девушки одевают эту одежду Эти женщины Которые когда-то были нагло использованы Всякого рода насилия пережили И представьте, насколько они были травмированы Стали жертвами этих вещей И когда они одевают эту одежду в той стране А поскольку мы приехали к Лос-Ним Мы видим, как они меняются Как их лица изменяются Эти травмированные лица Они становятся другими Они просто излучают славу Люди становятся радостными прямо там Потому что они начинают ощущать реальность Божью И мы оставили эту одежду с ними И они там находились, в этом лагере беженцев Мы ходили от двери к двери, проповедовали Знаете, если у вас есть на чем-то помазание На одежде, к примеру То через это высвобождается Ощутимое помазание И мы видели это постоянно Я помню, в Австралии Несколько лет назад Девушка подбежала ко мне Плачет Потому что у ее знакомого рак Огромная опухоль на печени И она говорит, Миранда, ты могла бы помолиться Вот об этом лоскутке Я пошлю эту ткань Потом своему другу Я помолилась, чтобы произошло чудо А вы знаете, что высвобождается помазание Через одежду Павел это видел В Деянии 19 главе 12 стих It says, well, verse 11 says God was performing extraordinary miracles By the hands of Paul By the hands of Paul Again, what's in your hands? Смотрите, что в твоей руке? This isn't just for Paul Это не только для Павла This isn't just for the ministers Это не только для служителей Что в твоей руке? The kingdom of God Царство Божье The power of God Сила Божья The authority of God Авторитет Божья Amen? Аминь So, performing extraordinary miracles By the hands of Paul So that handkerchief And aprons were even carried From his body to the sick And the diseases left them And the evil spirits went out And у них прекращались болезни И злые духи выходили из них Not by him only laying hands on them Он не только возлагал руки But by the garments that touched his body Но и одежду передавал That anointing rubbing off on those garments And being released to the sick And the demonized Передавалось на этих больных И одержимых That it actually set them free Фактически освобождая их от бесов Amen? And so we pray for this scarf in Australia Поэтому мы в Астралии молились Тоже об одежде О ткани И мы говорили Дух Сытой Мы освобождаем помазание исцеления На эту ткань И мы поливаем раку У братцева имя Иисуса И она послала по почте Неделю спустя Слышу свидетельство Тот день когда по почте пришла Эта посылка Та женщина одела на себя Эту одежду Моментально почувствовала силу Божью Пошла к врачу И оказалось что Та большая опухоль Полностью исчезла Нет рака Нету больше опухоли А ведь это было просто помазание через одежду У нас есть что-то в руках Мы освобождаем туда помазание И освобождаем чудеса по всей стране Что в твоей руке Сила и власть Не для того чтобы тебе созерцать К чему Бог тебя призвал Но для того чтобы увидеть Увидеть взять эти ключи Взять эти ключи Те возможности которые у тебя есть Так вот Так и пища умножалась Помните в чудеса Мы это видели в Перу А мы купили немного еды Для очень бедного общества Там была небольшая коммуна Несколько семей И мы купили на них пищу Около ста семей Мы приобрели еду для них Ну сто, да, думали Появилось двести пятьдесят семей И нам нужно было чудо Но мы взяли то что было у нас в руках Эту пищу которую мы принесли И высвободили помазание Святого Духа Спасибо Дух Святой Что ты сверхъестественен Спасибо Господь Что ты любишь этих людей И мы молимся о даре Еще до творения Чтобы ты умножил эту пищу Во имя Иисуса И мы начали кормить Кормить Всех-всех накормили Никто не остался голодным У каждого было больше Чем достаточно Аминь Мы взяли то что у нас в руках И высвободили славу Божью Бог хочет чтобы такие чудеса были Каждый день у тебя Но тебе нужно осознать Что в твоих руках Эстер took what was at her hand И у Эсфири было то что у нее В руках Скипетр который был протянут К ней Царская власть которая была к ней протянута И в результате этого она спасла нацию Она встала на то место которое было Богом данным А когда-то же она была вообще Подросткой Но она была приведена Именно специально для этой цели Эстер 4.14 Мордахай says How do you know that you've not been brought into the kingdom For such a time as this И в Эсфире 4.14 Мордахей говорит Не для этого ли часа Бог поставил тебя И в результате Вся нация была спасена А у нее было благоволение И она использовала это благоволение политическое То что у нее было в руке И в результате ее народ был спасен А враг был уничтожен Бог дает тебе власть Аминь Увидеть как народ кается Увидеть спасение людей Увидеть чудеса Но ты должен знать к чему ты призвал Не пытайся копировать кого-то Кем ты не являешься Не пытайся быть как кто-то другой Потому что в результате ты ничего не видишь Тебе нужно сесть Встать в свои сандалии Свои мокосины И именно это И тогда Бог помажет тебя У Давида был инструмент И когда он пришел На встречу с Голиафом У него было в руке Знаете что Когда он пришел к братьям У него была только там Еда для братьев Но когда он увидел свой шанс Помни Он пришел принести еду Тем которые должны были победить врага Но когда Давид увидел Что у них ничего не получается Когда они все там трясутся От страха Он говорит Вы что не знаете Что Бог же дает победу Давид увидел свой шанс И идет Встречается с Саулом И говорит Смотри Все эти люди Что с ним Я знаю Что у Бога есть победа Позволь мне пойти сразиться И так что Саул Саул немножко мешкается Ну говорит Лада возьми мои доспехи Давид их примерил Но понял Что это не для него Это для Саула Это не для Давида Давид попытался походить Что-то не то Говорит Забирайте все это Позволь мне сделаю так Как я это всегда делаю У меня есть что-то свое Я побеждал льва и медведя Своими руками У меня есть камушки Я умею ими пользоваться Потому что Бог всемогущий На моей стороне И он идет к реке Выбирает пять гладких камней Берет свою прощу И идет навстречу с Голиафом С камушками из реки Но вы знаете что Господь наша скала Он наш камень Краев Голиафом Мы всегда держимся Иисуса Мы берем из реки Седого Духа То что мы утром говорили Из твоей очереди его потекут реки воды живой И он идет с тем что у него есть И побеждает Голиафа С первого раза Хотя тот и смеялся над ним Не важно что люди сейчас говорят о тебе Да и не важно что ты сам о себе думаешь Но если ты решишься однажды взглянуть на Бога И увидишь что тебе Бог предоставляет И будешь в том к чему Он тебя призвал И использовать те инструменты которые Он тебе дал Тогда там где ты работаешь Не просто твоя работа Чтобы прокормить твою семью Начинай видеть это как сфера В которую Бог тебя поместил Для всего часа Чтобы увидеть славу Божью Когда ты все это будешь Когда ты будешь так думать Тогда ты будешь видеть чудеса Ты увидишь тогда славу Божью И больше и больше дверей будут открываться для тебя Потому что если ты будешь верен в малом Тебя будет доверено больше Поэтому Бог желает помазать тебя Вложить помазание в твои руки Власть Она уже там Но тебе надо это осознать Не бояться этого Но быть смелым и храбрым Увидеть на это то помазание Которое было у Моисея Когда Бог сказал Что в твоей руке Жезл Который стал змеем И обратно жезлом Власть над демоническим Власть над болезнями Исцеление И освобождение людей от стыда От страха Принести им исцеление в землю Их земли Через кровь Иисуса Это все Доступно для тебя Тебе это надо самому видеть просто Что Бог дает тебе Это не для тебя одного Это не для твоих друзей только лишь Увидеть царство Божье Это для всех вокруг нас Увидеть чудеса Увидеть царство Божье Чудеса и знамения Куда бы мы ни шли Во всем что ты делаешь В своей семье Везде Среди людей Которые вокруг тебя У тебя там есть власть И царство Божье Поддерживает тебя Следует за тобою Понимаете это? Когда отец за тобой То за ним последнее слово Если Бог призывает тебя к чему-то Если Бог вкладывает в тебя Какие-то возможности Он делает тебя посланником Иисуса Второе Коринфянам 5.20 Дисклеймер Второе Коринфянам 5.20 Мы посланники Христа И если мы посланники То у нас та же власть Как и у того То есть Божья власть Все Царство Небесное В твоих руках Божье власть и сила В твоих руках Чудеса Очень просто происходят Потому что они происходят От отношений с Богом И оно не только для служителей Чудеса для всего народа Божьего Иисус сказал ученикам Матфея 10.7.8 Куда бы вы ни пошли Говорите так, что Царство Божье приблизилось Иссаляйте больных Воскрешайте мертвых Ощущайте прокаженных Изгоняйте бесов Бесплатно получили И бесплатно отдавайте Ты, у тебя есть это Ты несешь Царство Божье Ты принял Царство Божье Ты принял полноту небес Нет такой болезни Нет такого стыда Или страха На небесах Поэтому и у тебя Оно не может даже присутствовать Поэтому куда бы ты ни пошел Высвобождая это откровение Как дитя Божье Как посланник Божий Что в твоих руках? Царство небесное Что в твоих руках? Что ты делаешь? Пилот Дизайнер, пекарь Банкир Предприниматель Работаешь в магазине Продаешь фрукты? Что ты делаешь? Все, что бы ты ни делал Это просто Божий инструмент Данный тебе Чтобы ты видел Возможности Высвободить славу Божью Аминь Итак, сегодня вечером Я хочу, чтобы мы вышли бы сюда вперед Встали бы Вышли бы Родные, пожалуйста Пока Немножко У нас очень активный Вы очень активный У вас очень большое желание Мы должны сейчас делать Молитву сперва За тяжелобольных людей За сильно больных людей Поэтому я попрошу вас всех Немножко отодвинуться назад И Я надеюсь, что вы поймете Да? И пожалуйста Семья, которая проделала 7 тысяч километров Я приглашаю вас в эти люди Отойдите подальше 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 Еще 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 Люди с сильными повреждениями Опорно-двигательной системы Кто Кто имеет инвалидность Пожалуйста Я попрошу вас Выйти сюда Вот Сильно больные Тяжелые люди Которые Которые К нам подходили Которые Проделали Большой путь Еще Мы подождем А мы давайте сейчас Некоторое время проведем В поклонении Богу И потом будем молиться вас Чтобы Бог вызвать свое откровение Того Что у тебя В руке Чтобы ты сам Увидел Эту власть Релиз Которая Восвобождается Через тебя Чудеса Которые Восвобождаются Через тебя И будет много Чудес Сегодня Аминь Поэтому мы сейчас Во-первых Помолимся Об этих Людях Будут чудес Гораздо Больше Но Давайте Просто Прославлять Бога А потом Уже будем Молиться Просто Давайте Прославлять Иисуса Субтитры Аллилуйя, 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 мой царь. Аллилуйя, Аллилуйя, поднимайте свою хвалу, мой царь. Аллилуйя, 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 мой царь. Аллилуйя, Аллилуйя, мой царь. Аллилуйя, 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 мой царь. Аллилуйя, 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 мой царь. Аллилуйя, Аллилуйя, мой царь. Аллилуйя, 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 мой царь. Аллилуйя, Аллилуйя, мой царь. Аллилуйя, Аллилуйя, мой царь. 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 Лишь Тебе воздаём всю славу Лишь Тебе воздаём всю честь Лишь Тебе воздаём всю славу 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 Аллилуйя, Аллилуйя, мой Царь Аллилуйя, 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 мой Царь Аллилуйя, 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 мой Царь Я ещё раз повторю, сильные болезни, которые связаны с нарушением серьёзными очень Сейчас идёт молитва за них, потом помолятся ещё за всё Пожалуйста, сильные болезни, нарушение суставов, об этом речь Мы сейчас будем молиться о всех людях вместе Лишь Тебе воздаём всю славу 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 И всю счасть Ведь ты достоин Ты достоин Ты достоин Надо подCola Слава Господу Слава Господу Он такой славный Он такой славный Он такой чудесный Он настолько величественный Он царствует над всем Его царство правит над всем Давайте воскликнем хвалу Ему Халлилуйя 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 Спасибо, Иисус Мы молимся Поднимите свои руки Будем молиться, чтобы Бог помазал ваши руки Для царства Божьего Он дал нам власть Вам дал власть Для славы Божьей Пусть уходит всякий страх Пусть приходит смелость Дух Святой Мы молимся прямо сейчас Чтобы Ты помазал братьев и сестер Чтобы они приняли то, что у них в руках Силу Божью Которая у них в руках Чтобы они увидели эти возможности Не высвобождать Твою славу Высвобождать Твое Царство Я благодарю Тебя, Господь Сегодня вечером Мы высвобождаем помазание Святого Духа и Силы На каждого человека в этом месте Чтобы они были помазаны властью Ходить в чудеса Исцелять больных Увидеть восстановление Чудеса Исцеление от рака Увидеть чудеса Чтобы они это все видели в своем мире Открой для них двери Чтобы они это увидели у Тебя В духовной сфере Пусть высвобождается слава Божья Во имя Иисуса Спасибо, Господь Спасибо, Тебя, Тебя Спасибо, Тебя, Тебя Спасибо, Тебя, Тебя О, Исус! Исус, Господь! Слава Господу за помазание Просто принимайте это помазание Славьте его Слава Господу за помазание 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 И так, как Он помазал тебя, Он помазал твои руки, чтобы ты творил чудеса, Он будет творить чудеса. Поэтому через твои руки сегодня, будь чудеса, и ты говори, Господь, спасибо тебе за твое царство, которое на руках моих, в моих руках. И сегодня, я принимаю полноту твоего царства, в руки, в свое тело, во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Я помолюсь сейчас, а вы принимайте, и Бог будет прикасаться сейчас. Я верю, что будут чудеса происходить, потому что здесь Божье присутствие. И вы уже переживали исцеление. Поэтому просто обратите внимание на то, что Бог совершает сейчас. Будет слово знания. И будет высвобождаться атмосфера чудес. И Бог будет совершать чудеса. Господь, спасибо тебе за твое царство. Господь, спасибо тебе за твое царство. Мы берем власть сейчас. Мы берем власть над твое царство, немощи и болезни. И побелеваем освободить народ Божий во имя Иисуса. Мы соберем силу исцеляющего на этом месте. Чтобы всякая болезнь ушла бы. Освободи этот народ во имя Иисуса. Я побелеваю болезни уйти во имя Иисуса. Я побелеваю опухоль исчезнуть во имя Иисуса. Я побелеваю на росту уйти. У кого-то на рост на шее. Может, с чем-то связано на шее. Но у вас на рост. Вы чувствуете это прямо сейчас. На шее. У кого-то здесь. Прямо сейчас это уходит. Если ваше ухо не слышало. Бог прямо сейчас открывает ваши уши. Я побелеваю духу, Бог, а ты исчезнешь. Убрасывай им Иисуса. Спасибо, Господь. У кого-то почки исцеляются сейчас. У кого-то почки исцеляются сейчас. Убрать болезнь и исцеление. Спасибо, Господь, за открытые глаза, за зрение. Уходь всякая катаракта. Уходь всякая болезнь глазом. Бог's healing that right now in Jesus' name. Он дает тебе зрение. Some of you with blurred, fuzzy vision. God's restoring that vision right now in Jesus' name. Арthritis being healed right now in Jesus' name. I speak to the spirit of arthritis. I command that lose these people in Jesus' name. I command that every trace of arthritic pain go right now in Jesus' name. We release healing in the bones. Исцеление в костях. Healing in the joints. Исцеление в суставах. Even someone's left hand. I'm feeling it in my knuckles right now in the left hand. God's healing those knuckles right now. He's healing that hand right now in Jesus' name. Someone's tailbone. Years ago, even 20 years of pain. Damage to the tailbone. God's healing you right now. Боль в костях. И Бог исцеляет эту кость сейчас. He's received that miracle. Someone's left shoulder. У кого-то левое плечо. A frozen left shoulder is being healed right now in Jesus' name. Speak to that shoulder. Я говорю этому плечу. I command it be rest right now in Jesus' name. Someone has a form of paralysis even on your right side. Какого-то паралич на правой стороне. В руке, в руке, в ноге. Я вижу, как Дух Святой сейчас работает внутри вас. И приносит жизнь. Исцеление в эту часть тела. Я говорю, жизнь. Вашему телу прямо сейчас. Я повелеваю параличу. Оставить ваше тело во имя Иисуса. Мы освобождаем жизнь. Дух жизни. Наши тела во имя Иисуса. Someone in your stomach. Другого-то боли в желудке. The stomach lining. You need a miracle. Вам нужно чудо в желудке. There's a burning or there's a tumor. Может быть, это опухоль. И Бог исцеляет прямо сейчас это. Я повелеваю в желудке нормализоваться. Tumors to go in Jesus' name. The burning to go in Jesus' name. Уйти всякой язви. The lining of the stomach to be restored in Jesus' name. Я говорю также о системе пищеварения. Even someone actually needs a miracle in the bowels. Кто-то нуждается в чудесах. And God's healing that right now in Jesus' name. В этой сфере прямо сейчас будут чудеса. I command healing into your body. Вовремя чудеса в теле. As someone who have pins, metal pins in your right knee. И у кого-то в правой колени. Just begin to move your leg around because God's healing you right now in Jesus' name. I speak to those pins, I command them to dissolve. The right ankle also. I command those metal pins to dissolve right now in Jesus' name. It really is a creative miracle. We взвождаем дар чудотворения. Into that knee, into that ankle in Jesus' name. The pancreas being healed in Jesus' name. Now every way that you need a miracle in your body. Put your hand on the part of your body that needs a miracle. If you need a lot of miracles, put your hand on your head. And we see many miracles this way. Just as you receive from the King of Glory. So right now in Jesus' name. По имя Иисуса. I take authority. Мы говорим о чьихе. Over every trace of sickness and disease. Мы говорим всякой немощи, всякой болезни. Мы говорим всякой немощи, всякой болезни. По имя Иисуса. Мы говорим всякой болезни, всякой болезни исчезнуть. Every broken bone. Всякой сломанной кости. Every herniated disc. Всякой немощи, всякой боли. Every vertebrae that's out of alignment. Всякой опухоли, всякому наросту. Come into order in Jesus' name. Исчезнуть во имя Иисуса. Every pain, every sickness, loose right now. Всякая боль уходит во имя Иисуса. In Jesus' name we release the fire of God. Пусть приходит огонь Божий. We release the fire of God. Огонь Божий. To burn all the every sickness and disease. На то место, где была болезнь. Во имя Иисуса. Кто-то из вас чувствует, что жизнь возвращается в руку. Вы чувствуете, может двигаться. Вы чувствуете исцеление. И также локоть получил исцеление. Проверяйте, проверяйте. Во имя Иисуса. Thank you, Lord. Now just begin to check your bodies. Thank you, Lord. Lungs being opened right now in Jesus' name. I command those lungs to be opened. Someone had the effects of toxins. Breathing in toxins into their lungs. And God's removing those toxins supernaturally right now. to give you fresh ability to breathe. With no issues. If that's you, just begin to take a deep breath in. God's removing those toxins and He's releasing an opening of your lungs. Thank you, Holy Spirit. Now just thank Him for your healing. Just thank Him for your healing. Just thank Him for your healing. Thank you, Father. Thank you. You're a good, good Father. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Now all over this place, if you haven't yet checked your bodies, check your body and see if the pain is gone. See if the tumor is gone. See if the sickness is gone. If the metal is gone. If you can see clearer. If you can see clearer. Check your body. Check your body. When Jesus spoke to the man with the withered arms. When Jesus spoke to the man with the withered arms. He said stretch your arm. He said stretch your arm. And when He stretch your arm before. He was healed. Well, sometimes you just have to try doing something you couldn't do before. You must start doing something you couldn't do before. And you'll discover that you're healed. And then you'll discover that you're healed. Now if you received a miracle. You're not if you need a miracle. If you need a miracle. But if you received a miracle. That pain, that tumor, that sickness in your body. If you now see that you've gone. Is completely gone. Just wait. Wait like this. If God just healed your body. Just wait like this. If God just healed your body. If God just healed your body. Wait really high. If God just healed your body. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All over this place. Now, keep checking your bodies. Pроверяйте, проверяйте. Because many of you are going to get healed just as you're standing here. And those of you that are raving. That just received a miracle. Please come to the side over here. And testify of what God did for you. Come, testify of what God did for you. If you receive a miracle. Come, let's give glory to God. The testimony of Jesus. Is the spirit of prophecy. And when we testify of what God does for us. It enables others to receive a miracle. And not only does it release grace for others to receive a miracle. It seals our miracle. So the devil can't take it. So if you received a miracle. Please come forward. Come up to the front. So we can give glory to God. Amen. Don't wait until the end. Just come right now to the side and come forward. What did God do for you? I feel very much. I had a pain in my legs. I couldn't walk. But I feel I can. Come on. I can jump. What was the condition? What was the problem? But do you know what the cause was? What was the reason? The reason was the autoimmune disease in the immune system. In the immune system. And now you feel strengthened. I can't say that I was absolutely no trouble. But the whole thing was gone. Maybe 80% he was gone. I couldn't jump before. У меня очень много трудно было. И вот сейчас у меня вот здесь только в бедре осталась боль, а голеностопы не болят, а болели. Мы продолжаем исцеление, полное исцеление, чтобы всякая боль, которая еще была, осталась, ушла бы во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за это чудо. Спасибо тебе, Отец. Спасибо за полное исцеление. И всякая немощь уходит во имя Иисуса. Проверьте, снова проверьте. Я не чувствую боли. Слава Богу! Слава Богу! У меня два года болела стопа, у меня был отек. И врачи не могли определить, что это. Мне постоянно было дискомфортно ходить и прыгать, и шевелить полностью ногой. Сейчас я могу вот шевелить полностью ногой. И еще у меня локоть, я разбила локоть, и он полностью не разгибался и не сгибался. Он, ну, дикая боль была. И вот сейчас... И вообще нет боли. Ask her, what was wrong with that? В чем была проблема здесь? В чем была проблема здесь? В чем была проблема здесь? Я просто разбила. Упала. Она упала? Да. Да. Что случилось? Потому что шепел. Шепел? Да, шепел. Благодарю, Господи! Два года? Да, два года. Два года. Аллилуйя! Бог благословит тебя! Извините. Что делать для тебя? Я сегодня ночью не спала, хотя я обычно всегда сплю. Мне было тяжело уснуть, и я не спала всю ночь. И мне сегодня было тяжело находиться весь день. И у меня голова кружилась при малейшем кружении, двигании головы. Довольно так тяжело очень было. И когда мы стояли, молились, просто молились, и у меня состояние хорошее. То есть я могу головой и рти. И она не кружится, в глазах не кружится. То есть нормализация полностью пришла. И я не чувствую, как я не чувствую. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! У меня, правда, стало… У меня стало болеть. Вчера голова очень сильно болела. И стало все тело болеть. И когда я пошла пославлять Бога, у меня все прошло. И вот сейчас вообще все прошло. Пока вот тут стояла. Слава Богу! Слава Богу! С детства. И как долго была болезнь? С костями какого было стяжения? Ну, у меня были растяжения, тяжелые что-то. Костя периодически болели. С детства очень больно. Но я с детства очень была больная. Просто подошвы ног до макушки головы. Бог исцелял. В течение 11 лет, да. Да, много сигнализированных. Все, больная себя была вообще. We thank you, Holy Spirit, that that spirit of infirmity is off for good in Jesus' name. Thank you, Lord, for your anointing on her in Jesus' name. That's awesome. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. What did he do for you? I'm sorry. It's okay. I had a pain here. When I came here, I had a pain. But now, no. I just wanted to tell you, that I was walking all the time, while I was here at the moment, when I was raised, I had a feeling that my hands were on my hands. That something, some fire was coming out of my arms. I really felt, felt, I felt the fire in my arms. What did he do for you? What did he do for you? What did he do for you? That's why I had a problem with breathing, detoxing, and now, I felt a pain even in the morning. But now, what do you pray? When you pray, no, I had a pain here also in my hands. You said, check, check, and I feel like I'm moving in the morning. Is the pain gone? Bore ушла? Bore ушла. Praise the Lord. And how did your lungs feel? How did your breathing? I couldn't breathe deep. But now you can breathe deep, so the toxins left you. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! That's wonderful! God bless you! God bless you! Thank you, Jesus. What did he do for you? What did he do for you in your life? In the 19th century, we did an operation, we changed the body, an artificial body. What did he do for you? In the last time, there were very severe pain in the back of the body. And you couldn't do it before! Do you feel? I had a slight pain here. It was very痛. Wow! А вы чувствуете, что у вас как-будто новая кость? Чуть просто горит, чуть-чуть. Бог творит кость в вас. Это искусственное было. Это искусственно, уже поменяли, да. А правое бедро начало болеть. А что там происходит у вас? С той стороны. А там оно трясется, и я не знаю, что там происходит. I don't know what's happening there. А боли сейчас нету, да? Здесь оно как-то горит, и как бы понемело. You feel like fire. You feel fire, come on. Я могу поворачивать его вправо и влево. Вау, so God totally healed that hip. Бог исслил вашу ногу, да? Аминь, аминь, я верю, что я усылать буду. Я верю, что здесь, с этой стороны тоже. Я верю, что Бог сотворит ей кость там. Он сотворит вам эту кость там. Господи, высвободи это чудо, дар чудотворения. С этой стороны бедра, чтобы была сотворена кость во имя Иисуса. Thank you, Lord. Now check it out. Проверьте, проверьте. Thank you, Holy Spirit. Check this side. С этой стороны что у вас происходит? Там все нормально. So far, it's normal. А здесь легче. Оно горит. Оно горит, но боль практически нету. Мелочи. Namely fire. Amen. Аминь, аминь. Огости. Jesus, God bless you. God bless you. Praise God. What did you do for you? Чем не знаю, я не знаю, у меня типа пролечала, рука вот такая, левая рука. И, то есть, была атака, вот вообще, мистом у нас, вот была атака, вот сильная такая, довольно длительная. И руку как бы парализовала, был очень сильный бол. Аминь, аминь, аминь. И, да, сейчас нету боли, и рука поднимается. But now I can lift my head. Wow! О, это было парализованно, да? Ну, типа, я не разбираюсь, но я не хочу... Это было парализованно, да? И теперь ты можешь туда поднимать. Вау! Но там больше было исцеление, там почка тоже права... А, было свое знание, просто движение было вообще... И там действительно было еще освобождение тоже. Да. Ну, я просто чувствую... Я чувствую, что что-то происходит внутри. Аминь. Спасибо, Господи. Вы получили исцеление от боли. У вас была боль раньше? Боль у меня уже не такая сильная была. Просто рука не поднималась. Но я просто не могла двигаться. Тянула еще. А почка? А почка я просто почувствовала, что Господь что-то делала. Я просто чувствовала, как Господь тушила меня. Аминь. Спасибо, Господь. Это чудесно. Слава Богу. Рука исцелилась. Аминь. Благослови Его. Спасибо, Господи. Что у вас было? Здравствуйте. Три месяца назад у меня была травма руки. И мне делали операцию. У меня было повреждено сухожилие. И я не могла до сего дня полностью сжать руку и что-то делать. Потому что было больно. Я не могла ее сжать. Я не могла готовить. И сейчас я легко ее сжимаю. Но я ничего не ощущаю. Меня не бьет током руку. Сжима стонормально. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Господи, пусть уйдет всякий шрам так же во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Видите, да, шрам? Господь исцеляет это. Что у вас было? И сегодня я вообще не верила, что у меня произойдет исцеление, потому что я уже 20 лет в Боге, а сегодня, я думаю, неинтересно, Господи, почему Миранда обо всех говорит, а вот почему у нас не происходит это исцеление? И чудным образом, вот когда вы начали говорить, что руки и плечо горят, исцеляется, у меня стало все это гореть, и как будто все ушло моментально. Вообще моментально, я вообще такая лёгкость появилась вообще. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Давайте воздадим Ему хвалу. Спасибо, Господи. Халлилуйя. Халлилуйя. Он благ, аминь. Он благ. Он настолько благ. Я хочу вдохновить вас. Продолжать проверять свое тело. Кто-то из вас сегодня вечером, когда поедете домой, вы увидите, что боль ушла. Может быть, еще кто-то получил исцеление? Но вы просто не свидетельствовали. Есть такие люди? Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Господу. Бог будет хорошо, аминь. Бог будет хорошо. Напишите свое свидетельство. Пожалуйста, напишите свое свидетельство на бумаге. Хорошо бы иметь эти свидетельства. Это дает благословение Богу. Я не знаю, если вы принимаете эти свидетельства, которые написаны. Вы собираете свидетельства? Печатают? Да. Вы можете представить все свидетельства на наш сайт g12spb.ru. Все эти свидетельства собираются, выставляются, и потом все их можно будет посмотреть. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, обязательно засвидетельствуйте о своих чудесах. Аминь. Спасибо, Иисус. Слава Иисусу. Пожалуйста. Иисус. И тогда, когда они приходят... Вот что мы сейчас делаем. Мы говорили о том, что у вас в руках. Мы говорили о том, что даже через одежду передаются чудеса. И мы видели множество чудес через высобождение, через материалы, через одежду, ткани. Если мы это сейчас сделаем, да, быстренько помолимся. Может быть, вы хотели бы, чтобы мы помолились о какой-то одежде. Мы помолимся это, мы помолимся это друзьям. И люди увидят чудеса. Мы помолимся об этой одежде. И когда вы пойдете, вы можете быть уверены, что чудеса будут. Чудеса и знамения будут происходить. Аминь. Спасибо, Дух Святого. Спасибо, Дух Святого. Спасибо, Дух Святого. Спасибо, Дух Святого. и Субтитры подогнал «Симон» 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 Но если есть кто-то на этом месте, который никогда еще не принимал Христа в свое сердце, вы никогда не молились о том, чтобы Христос вошел в вашу жизнь. В этом случае поднимите свою руку. Поднимите свою руку, если вы еще никогда не принимали Христа в свое сердце. Поднимите свою руку только в том случае, если вы никогда не принимали Христа в свою жизнь. Мы будем молиться. Повторите эту молитву. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и говорю, что Ты нужен мне. Приди в мое сердце, Иисус. Будь моим Господом и Спасителем. И будь со мной во все дни моей жизни. Что бы я жил бы с Тобой во все дни моей жизни. Спасибо за силу Креста, которая освобождает меня от греха и смерти. и пусть сила воскресения даст мне жизнь и жизнь с избытком. Я принимаю Тебя, Иисус, и полноту Того, Кто Ты есть, силой Твоего Святого Духа. В Твоем Иисусе. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисусе. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисусе. Аллилуйя. Мы молимся об этой одежде. Дух Святой. Господь, я благодарю Тебе Господь за Твое помазание которое высвобождается на эту одежду. на каждую одежду. Господи, высвобни Свою силу. Высвобни Свою силу, Господь. Высвобни Своё исцеление. Всякое исцеление. Твои живеса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Ты творишь чудеса. Ты творишь чудеса. Ты творишь чудеса, Господь. Ты творишь Твое помазание сила воскресения. Сила воскресения и чудес. Сила воскресения. Всякая немощь уходит из тела. Всякая немощь уходит из тела. Мы высвобождаем чудеса. На каждую одежду. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Иисус. Иисус. На каждую одежду. На все вещи. Во имя Иисуса. На все эти вещи. Во имя Иисуса. Слава Божия. Слава Божия. Слава Божия. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, 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 Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Поднимите Ваши руки, воздайте Царю славу. ос начальник жизни начальник жизни ч начальник жизни начальник жизни ты начальник жизни вот кто-то дает жизнь управляет ей в оставим у славу начальник жизни ты 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 начальник жизни и начальник жизни и и и ты Ты начальник жизни, ты начальник жизни, ты начальник жизни. Вы можете начинать разбирать это. Потихонечку проходите, разбирайте ваши вещи. Спасибо, Господь. Помазание здесь. Чувствуете помазание. Дух Святой здесь. Спасибо, Господь. Проверьте свои руки. Видите, если есть желтая пыль или желтая, серебряная или желтая пыль. Иногда Бог это совершает просто, чтобы подтвердить свое слово, подтвердить свое присутствие. Если у кого-то есть, может быть, елея или серебряная пыль, серебряная пыль, серебряная пыль. Это помазание евангелистам. Да, спасибо, Господь. Если у кого-то елея на руках. Оил. Ты у вас есть елея на руках? Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Дух Святой. Некоторые из вас, когда поеду домой, вы обнаружите чудо в своих зубах. Солото на зубах. Сверхъестественное. Господь исцеляет ваши зубы. Он показывает мне это сейчас. Дорогие, пожалуйста, минутку внимания. Я хочу обратить вас, ваше сделать акцент, что когда Миранда высвобождает Слово Знания, пожалуйста, будьте внимательны к этому, начинайте проверять свои симптомы, обращая внимание на то, что происходит. Если это ваше, вы поднимаете руку сразу же, начинайте, вы знаете, она высвобождает Слово Знания, шагом веры, начинайте проверять симптомы. Если это вы, сразу же воздавайте Богу славу, окей? Это очень важно в данный момент времени реагировать на то, что говорит она. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, сейчас очень много времени пришло, оформление, люди устали, если... Добро пожаловать в наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, родные, давайте подарим аплодисменте Миранды Спасибо! Продолжение следует...